И когда у вас будет сила, вы почувствуете чувство собственного достоинства, вы наполнитесь силой внутри, вы сможете тогда наказывать своего сына строгостью, наказывать. Он, первая реакция будет, это жестокость. Он сначала будет очень жестоко себя вести, он покажет вам сначала, что типа, я не привязан, ну как бы, что хочешь, там можешь, я вообще тогда уйду от тебя там и так далее. Но это всего лишь внешняя реакция. Человек не может никогда наказывать любовь, это невозможно. Если вы к нему правильно относитесь, он может сделать какой-то выпад в вашу сторону, но это всего лишь внешняя. Потом он раскается сам в этом поступке. Но чем больше вы сейчас ведете себя так, как вы ведете, тем больше вы в нем воспитываете монстра. То есть вы сейчас его портите, как личность. Но перестаньте это делать. Отстранитесь от него. Перетерпите этот вулкан жестокости. В ожиданиях. Вы же чего-то ждете от него. Вы не ждите ничего. Станьте сильны внутри себя. Ждите от Бога. Вы сразу не сможете это сделать, но постепенно сможете. Вы же ждете, когда он с вами хорошо будет вести себя. Вот он будет еще хуже себя вести от этого ожидания. Перестаньте ждать. Придет время, он все поймет. Но сначала он испытает горечь. Сначала Бог его накажет. А потом уже даст ему знание. А? Только через наказание. Только через наказание. Вы не должны думать, что вы имеете право жить за человека, его жизнь. Если ему положено наказание, он будет наказан. Вы хоть хотите этого, хоть не хотите. Дайте человеку возможность жить. Если вы не даете ему возможность жить, это называется привязанность. Пускай живет, мучается. Все люди так живут. Станет тогда человеком. Дайте возможность ему жить. Есть еще один момент. Заключается в том, что он не имеет права решать за вас вашу жизнь. Вы не должны оставаться одна. А? А? Так я вам об этом и говорю. Это другая тема, которую вы, к сожалению, мне не раскрыли. Это уже как бы насилие над вашей судьбой. То есть, он не имеет права так делать. Это ваша жизнь. Он это сделал, потому что это, опять же, его насилие по отношению к вам. Проблема не в этом. Проблема в том, что вы своему сыну слишком много позволили. Это привязанность заставляет человека быть униженным. А когда кто-то унижает других, он становится монстром. Знаете, что человек, который совершает грех, он хочет совершать больше грехов. Потом и больше, и больше. Если человеку позволяет совершать грех, он становится монстром. Не позволяйте больше ему унижать вас не один раз в жизни. Иначе вы ему из него сделаете инвалида. И пытайтесь организовать свою личную жизнь. Вот мужчина, который ушел назад, если он хочет спросить, то пусть спросит. Ну, значит, у вас тоже есть проблемы. Да, вы поняли, что вы сами поняли, что мы его как-то сильно любили. Все, то есть ваш вопрос отвечен. Да. И поэтому вы среагировали, что у вас такая же ситуация, да? Да, да. Поэтому у вас это... Мы ответ получили. Спасибо. Спасибо вам, что пришли на лекцию. Будьте счастливы. Вам, у вас немножко... Есть еще для вас одно дополнение, для вас еще, касаемо вашего ребенка. Вы его... Попытайтесь всеми силами чем-то занять. Он еще у вас... Проблема в том, что он сам не может найти себе занятость. Он слишком расслабился в жизни. А для этого, для мальчика очень опасно. Если вы сможете найти каким-то способом, силой, или уговорами, или еще как-то, сможете его чем-то занять, он очень сильно изменится. Его проблема заключается в том, что он бесится с жиру, как сказать. То есть нет занятости. Он просто с ума сходит от безделия. Все. Вот это диагноз уже вашему ребенку. А вот, что касается вот этой женщины, у нее как бы ребенок активный. Он занятый. Но он при этом слишком нахальный. Ну, то есть, избалованный. Ну, как бы, здесь другой крем. Но идея, правильно вы говорите, идея заключается в том, что родители никогда не должны позволять себе увлекаться, наслаждаться своим детям. Нужно очень четко понимать, насколько это опасно. Если мы как бы наслаждаемся, что у меня есть ребенок, чувствуем счастье от этого, надо смотреть, что с ним от этого происходит. Если он использует это чувство в своих целях, то дальше будет еще хуже. Только хуже и хуже. Мальчика нужно воспитывать очень строго. Должен совершать аскезы всю жизнь. Девочку надо воспитать нежно, но всегда занимать ее в служении, чтобы она не ленилась. Когда девочка ленится, ничего не делает дома, это страшно. У нас плохо развивается, неправильно.